Мы с тобой стоим на повороте улицы Космонавцев на Башстанское шоссе. Это совершенно замечательное место. Это самая высокая в геодезическом плане точка города. Вот это вот НИДАР, научно-насилительский институт дальней радиосвязи. Несостоявшаяся наша Николаевская силиконовая долина. То есть вот все вот эти вот этого жилмассива, он предназначен был для работников этого института просто-напросто. Их сюда призывали специалистов радиоэлектронщиков из Калининграда, из Ленинграда, из Москвы, из Томска, из Новосибирска. Сюда приехали молодые семьи, молодые люди. Они здесь заселились в этих домах. И здесь, понимаешь, стал такой академгородок. Они не сидели, не забивали там домино, не сидели там по пивным ларькам. То есть они там не пьянствовали. Они устраивали волейбольные соревнования, спектакли во дворах детские. И институт, так сказать, расформировали по одной простой причине. Есть такая книга «Битва за ионосферу». Сегодня весь этот НИИДАР вмещается в технологии НИИДАРа. Вмещается в наших с тобой мобильных телефонах с роумингом. Вот так вот. То есть вот эта вот громадная антенна в Калининграде, которую продали АДСИТам на металлолом. Еще масса. В Чернобыле была построена аналогичная антенна для того, чтобы фиксировать воздушные и подземные ядерные испытания в Соединенных Штатах. Ну и у других империалистов. Эта территория вообще замечательная. Когда строилось это здание, старые николаевские археологи Александр Балушкин, Валентин Елисеев, они мне рассказывали. Они покойные оба уже. То есть они здесь, так сказать, когда отводили землю, били несколько разведочных шурфов. То есть археология. И нашли здесь, все это сейчас находится в Институте археологии Академии наук Украины. Нашли здесь множество силы Русыпи. Татарских манек. Татарских манек. Казацких люлек. Два ведра. Какую-то керамику. Там целая коллекция. Части. Воловьи и упряжи. Какое-то, но самое главное, они нашли край здорового кострища. То есть, ну, тут кострище, это по площади как-то здание. То есть здесь был Чумацкий табор. Когда-то. Вот здесь. То есть вот Чумаки. Чумаки. Когда они везли, так сказать, прогноя в соль, они останавливались здесь. То есть здесь была-то вот, ну, такая стационарная, даже не дневка, но не тут там могли неделю стоять. И всегда горел костер. То есть, валовьи и лепешки бросались. То есть можно было подойти, там, какие-то взять угли, что-то там себе приготовить быстро, там, и так далее, и тому подобное. А потом, когда они уходили, они опять бросали, так сказать, забрасывали это кострище валовьими и лепешками для следующего обоза. Вообще по Диковому полю пролегало несколько таких вот магистральных коммуникаций, Чумацких шляхов. Это Маровский древний, это Черный, Бакайский, Молдавский. А по территории Николаевской области, вот, в части, так сказать, по Одесской области современной, шел Кучманский шлях. Ну, помнишь, у Утесова с Одесского шмана, да, сбежали два уркада. Это вот оттуда, вот, все. Дело в том, что я бы не поверил, конечно, всему этому, потому что, ну, нету отчетов, в институте археологии. Нету отчетов в Краеведческом музее нашем, то есть по этой разведке. Ну, я обнаруживаю недавно у меня у себя в библиотеке книгу Григория Данилевского «Чумаки», так и называется. 111 страниц текста, старый переплет, открываю. Он упоминает об этом Чумацком таборе, который находился вот именно на этом месте. Причем он тянулся, я так полагаю, до нового Николаевского некрополя, туда вот, за Мешковку. То есть это была очень большая территория, то есть несколько больших кострищ, они тут все располагались. Ну, что такое Чумацкий обоз? Это 30-50 волков, то есть фур здоровых. Это волы, это волы, это где-то около 70 погонщиков, как правило. Ну, вот представь себе, вот эти дальнобойщики, грубо говоря, они могли погрузить 60 пудов на одну воловью фуру. На одну воловью фуру. И вот специалисты посчитали, что только вот за вторую половину 17-го и первую половину 18-го века они сумели с перекопа перетащить в Европу полтора миллиона тонн соли. Самый дальний Чумацкий маршрут в европейских хрониках, не помню название хроники, в 1671 году Чумацкий обоз достиг Мариенбурга, это Южная Германия, 1872 километра, цифра осталась, Юго-Восточная Германия. Соль в Европе была стратегическим продуктом, соляных шахт было мало, и она, в общем-то, довольно-таки ценилась. А когда начинались междоусобные войны, там, вообще-то на вес золота. По какой причине? Ну, это, знаешь, доктора говорят, если у тебя полностью отсутствует натрий-флор в пище, то есть соль в организме, подростка начинается слабоумие, начинаются ломаться кости, необратимые процессы в организме. Взрослый умирает без соли, через полтора месяца. Естественно, крымские ханы, они, так сказать, очень четко следили за тем, чтобы эта торговля была налажена, потому что это очень существенная черта дохода, бюджета, статья бюджета. Они переписывали с кашевыми атаманами на сечи. Они там выставляли иногда свою охрану чумацким обозом большим. В коронных польских землях, в Чехии, их сопровождала королевская стража. Но, тем не менее, статистика говорит о том, что редкий чумак доживал до старости. Потому что у нагайских татар, у молодых воинов, была инициация такая. Чтобы стать воином, надо было ограбить чумацкий обоз, перерезать валов, разграбить его полностью и так далее. То есть, вот тогда ты полноправный воин. То есть, такое молодечество было. Ну, естественно, у чумаков тоже, так сказать, как противооборствующая сторона сложилась своя тактика. Они в степи ставили обозы четырехугольниками. Телеги отстреливались, иногда даже брали пленных. Но чаще всего это все заканчивалось для них печально. Когда началось российское освоение этой территории, то есть, началась русско-турецкая война, 1800, вернее, 1788-1789 года. Российское правительство очень пристально посмотрело на этих дальнобойщиков. И Потемкин умудрился за год собрать в Ольгиополе, Лесвегграде, Бригинце, 2000 фур для того, чтобы снабжать свою 100-тысячную армию, которая сождала очагов. Дальше больше. Как только появились Одесский, Николаевский, Херсонский порты, в общем-то, Чумаки переквалифицировались. Они стали доставлять товарное зерно вместо соли. Еще там по инерции ездили, там, на перекоп, там, в прогной, там, и так далее. Но в основном, так сказать, шла доставка товарного зерна в морские порты. Дальше еще круче. Решили здесь строить корабли. Все. Вся оснастка, вся оснастка абсолютно. Не было никакой инфраструктуры судостроительной. Металл, лес, парусина, пенька. 70% того, что нужно на корабль, доставлялось сухим путем. Сухим путем, так сказать, именно чумацкими обузами. В нашем областном архиве есть несколько документов. Когда там чумацкие атаманы жалуются Грейгу о том, что там, вот, при переправе через арбузинку, там, разбойники попортили, там, сколько-то, там, удов ржаного сухаря, там, и так далее, там, сколько-то полотна, там, и так далее. Какой-то подобный Грейг организовывает военную экспедицию для того, чтобы разобраться на месте. Находит этих людей. Брестянец и Ласименовка два неурожайных года вышли грабить чумацкие обузы. Через 11 лет то же самое происходит у Лазарева. И, конечно, расцвет вот чумацкого промысла, он приходится на то время, когда открыли Николаевский морской торговый порт для захода иностранных судов в 1862 году. То есть они полностью переквалифицировались на товарное зерно. На товарное зерно. Промысел стал капитализироваться. То есть более богатые атаманы стали скупать у своих товарищей в чумацких слободах, так сказать, упряжь, валов и так далее, и тому подобное. Они стали диверсифицировать свой бизнес. Появились чумацкие банкиры. Антон еще частный, знаменитый. Данилевский вот в своем очерке о чумаках описывает такой интересный случай, вот когда стал промысел загибаться этот. Как только появилась первая железная дорога Николаев знаменит еще в 1771 год. И вот он описывает эмоции чумаков, которые остановились под каким-то железнодорожным мостом. И когда они увидели это огнедыщище, все в искрах, чудовище, которое там прошло, и которое остановилось где-то вдали на какой-то станции, и вышла куча народу, и стали вытаскивать из товарных вагонов кучу грузов, они поняли, что им пришла смерть. Он так и понял. Железные дороги убили чумаков, но он поторопился похоронить чумацкий промысел. В 1987 году в экспедиции Николаевского кровеческого музея и пединститута, я в том числе, мы были в прогноях и разговаривали с 93-летним рыбаком, даже фамилии и имя запомним, Илья Рачевский. И он рассказывал, что еще в 30-е годы ему удалось увидеть чумацкую мажу, которая была без единого гвоздя сделана, то есть вот эти распорные спицы там и так далее, то есть полностью деревянная. Она еще громыхала на эти озера прогноинские, и сзади болталось ведро с дегтем, чтобы смазывать осень. Вот такая вот история этой территории. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok